Здравствуйте, уважаемые телезрители! История России – это наша память о прошлом. Она может быть непоколебимо светлой, а может быть омрачена тяжелыми воспоминаниями боли, утрат и злодейства. Аргументы «за» и «против», как мозаика, выкладывают историческую картину нашей общей судьбы. Мы решили, что наша передача будет проходить в форме живой дискуссии. Мы попытаемся уловить все аргументы «за» и «против», «про» и «контра» и приблизиться к выяснению того, как это было на самом деле. Сегодня темой нашей передачи будет личность и деятельность Владимира Ильича Ульянова Ленина. Эта фигура во многом предопределившая судьбу России в 20 веке. И для обсуждения этой темы я пригласила в студию студентку Института бизнеса и политики Анастасию Толстую. Здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия. Сегодня мы с вами обсудим многие вопросы, касающиеся личности, деятельности, жизни и деятельности Владимира Ильича Ленина. И вы взяли на себя такую миссию обвинять этого человека во всех смертных грехах, которые только могут быть. Ну, а я со своей стороны взяла на себя миссию защищать этого человека. И вот нужно нам восстановить эту историческую справедливость. И первый вопрос, который я бы хотела вам задать. Как вы считаете, Ленин это революционер или государственный преступник, ссыльный и находящийся в розыске? Вот на ваш взгляд, как вы считаете? На мой взгляд, Ленин это и революционный деятель, безусловно. Это и государственный преступник, это и ссыльный. Почему? Если проследить все этапы жизни Владимира Ильича Ленина, возьмем самый первый этап его студенческой жизни, когда он учился, поступил в Казанский университет и сразу спустя три месяца уже был обвиняем в том, что был исключен из участия в студенческих забастовках. Это произошло в 1888 году, его первая ссылка из Казани в глухую деревню. То есть еще со студенческих лет Ленин шел против установившегося режима, тем самым протестовал. И последующие свои этапы жизни, когда он уже являлся государственным преступником, его ссылали, не разрешали въезжать в страну. То есть он всячески был попираем властями, но опять же за то, что вел контрреволюционную борьбу. Вот с самого первого этапа можно проследить, что действительно Ленин был противником. То есть революционную борьбу он вел, а не контрреволюционную. Революционную борьбу вы расцениваете как государственное преступление на тот момент. Мне понятны ваши доводы, но я только хочу напомнить, что Владимир Ильич Ульянов Ленин родился у нас в Симбирске 22 апреля 1870 года и умер в горках московской губернии 21 января 1924 года. То есть он прожил 54 года. И я усмеливаюсь сказать, что все эти 54 года, недолгая жизнь была отдана борьбе за справедливое дело рабочего класса, за социальную справедливость. И я хочу привести слова Михаила Сергеевича Горбачева, которые он сказал, отмечая 120-летие со дня рождения Ленина. Он подчеркивал, что Ленин оставил нам непревзойденный пример политический и нравственный сочетания патриотизма и интернационализма. Но тот же Альберт Эйнштейн тоже говорил, что я уважаю в Ленине человека, который с полным самоотвержением отдал все свои силы осуществлению социальной справедливости. И одно бесспорно, люди, подобные ему, хранят и обновляют совесть человечества. Вот такие слова, которым надо верить. Как вы считаете, как проходило детство Ленина и его юность? В безмятежности и покое или было омрачено трагическими событиями? Анастасия. Я считаю, что никакими трагическими событиями детства Ленина омрачено фактически не было, если не считать смерть его старшего брата Александра, который, кстати, был виновен в том, его вина была доказана, он был причастен в народовольческом заговоре с целью покушения на жизнь императора Александра Третьего. А так Ленин был не единственным ребенком в семье. У него, помимо его старшего брата Александра, была еще сестра Ольга. Достаточно крепкая у них была семья. И жили они по тем меркам достаточно хорошо. Дети получали достойное образование, не голодали, не бедствовали. Я считаю, что никаких таких тяжелых, трагических событий в их семье не происходило. Ну, это да. Единственное, конечно, казнь брата, наверное, все-таки это был не просто стресс, а это была драма семейная. И матери, которая писала императору и просила сына написать главное о помиловании, может быть, его и помиловали бы, и Александр не стал этого делать. И, конечно, мне кажется, что пример брата, он был более чем заразительный. И это повлияло на Ульянова Владимира. Но дело в том, что я могу с вами согласиться, что у него был... Семья все-таки жила в достатке. И они регулярно посещали, выезжали за рубеж. Но вот все историки соглашаются с тем, что порядочным человеком был прежде всего отец, симбирский губернский инспектор Илья Николаевич Ульянов. Это был во всех отношениях замечательный человек, гуманист, подвижник, основавший почти полтысячи новых училищ, школ, гимназий, сеявший умное, доброе, вечное. Мне вот встречался в архиве документ, который он писал, будучи инспектором училищ. Он делал вполне такие приличные, добротные отчеты. И действительно, на поприще образования и воспитания, наверное, все-таки добросовестно выполнял свою работу. И он действительно, когда он вступил в должность в губернии, было всего 320 школ в Симбирской губернии. Когда же ушел с поста в Симбирской губернии, насчитывалось уже 430 школ. И все это достигнуто при его непосредственном участии. Разумеется, почтенный и законопослушный царский служащий, ненавидевший террор и по-своему любивший царя, и помыслить себе не мог, что его дети свернут с его пути и выберут себе иную дорогу. Ну вот, наверное, все-таки что-то случилось в этой эстафете поколений. Какой-то конфликт. То есть не думал, конечно, старший Ульянов, что между ним и сыновьями проляжет пропасть. Он умер за полгода до казни сына Александра, и его младший сын Владимир на похороны отца не приехал. Конечно, Владимир Ульянов любил свою мать, и в какой-то степени она была для него образцом. Но семья была, в общем-то, не атеистическая, так если скажем, в общих чертах. И мать именно учила детей верить в свои собственные силы и добиваться поставленных целей. Вот мы этот вопрос с вами обсудили таким образом. Я бы хотела внести поправочку. Не то что поправочку, а как дополнение ко всему тому. Конечно же, Ленин объединяла связь с его матерью. Она родила и о старшем брате Александре и о Владимире Ильиче. Но вспомним тот факт, когда Ленин находил свои первые ссылки, когда его исключили с Казанского университета. Он находился несколько лет на иждивении, на пенсии своей собственной матери. И ничего особо не предпринимал. Это характеризует его не с лучшей стороны, указывая на то, что Ленин был настоящим иждивенцем, неспособным в какой-то степени отвечать за свои поступки. И таким образом зависел от женщины. Вот эта зависимость и в дальнейшем будет прослеживаться. Мне, конечно, стоит только привести слова Анри Барбюса, который говорил о Ленине так. Для меня Ленин полноценнейшая и совершеннейшая личность из всех, живших когда-либо. То, что для меня особенно удивительно в его учении, в его интеллекте и воле, это его способность отличать факты от химер в грандиозной комедии человечества. То есть я всячески должна защищать Ленина, и поэтому в качестве защиты прибегаю вот к таким высказываниям лиц, известных в истории человечества. Ну вот скажите мне, сила Ленина в методичности следования своей цели или в случайном везении? Ну, случайное везение здесь не последовало, потому что Ленин целенаправленно шел к власти, хотел добиться ее, заполучить какой-либо страшной ценой. Он не поскупивался ни на что. То есть главной его целью была власть, свержение самодержавия и установление нового строя. То есть им двигала вот эта месть за своего брата, и он хотел организовать и организовал революцию. Я могу согласиться с мнением академика Ран, историком Юрием Пивоваровым, который охарактеризовал его именно как убийцу. Я с ним солидарна в этом мнении, считаю, что Владимир Ильич Ленин убийца и действительно истребитель русского народа, русской нации. Вы имеете в виду Ефима Иосифовича Пивовара? Академика Ран? Нет, я имею в виду Юрия Пивоварова. А, понятно. Но я вам тоже приведу высказывание о Ленине президента Франции 20-х годов Эдуарда Эрио. Не нужно подчеркивать, что я далек от учения Ленина. Это, в общем, не марксист, не ленинец. Тем не менее, я всегда был восхищен его исключительно государственным умом, его решительностью, энергией и энциклопедическим образованием. Я убежден, что он сделал бы еще много хорошего для своей страны. Ну вот, скажите мне, вот тайна Ленина в искажении или как угодно, там, в упрямлении биографии по канону большевистской иконографии или в загадочных, непроясненных фактах биографии? Наверное, все-таки в упрямлении, в искажении самой биографии, потому что действительно очень много было положено сил, времени отведено на то, чтобы всячески с лучшей, с позитивной стороны преподнести биографию Ленина как идеального человека, вождя, политика, государственного деятеля, показать его только с лучшей стороны, дать ему характеристику. И для этого его сторонники, последователи приложили очень большие усилия. То есть, безусловно, была такая большевистская иконография, я бы так выразилась. Ну а что там в иконографии? Он действительно закончил гимназию с золотой медалью. Это факт? Факт. Это факт, что он закончил гимназию? Он действительно сдал экстерном экзамены при Санкт-Петербургском университете. Это на юридическом факультете. Это факт? Факт. Он действительно автор многих трудов. Он действительно марксист. И дополнил марксизм уже своим учением. О партии, о революции мы об этом чуть позднее поговорим. Это факт. То есть, особого искажения я не вижу. Вот что требует показать. Кругом положительные факты. Нет. Единственное, что, конечно, он долгое время скрывались от большинства. Его, может быть, его родословная, его генеалогия. Но здесь тоже ничего нет сверх такого неожиданного. Вот по материнской линии ветви генеалогии у него еврейская, немецкая, шведская ветвь. По отцовской линии калмыцкая и чувашская ветвь. Вот, например, если начнем с еврейской ветви. Думаю, нашим телезрителям это будет интересно. О прадеде Владимира Ульянова, Ицко Бланке, сведения весьма скупы. Известно, что он являлся подданным Речи Посполитой. Жил в Староконстантинове, имел собственный дом, владел землей. Относительно полно сохранились сведения о его наследнике, Мойше Бланке. Так, в протоколе Новоград-Волынского магистрата от 29 апреля 1795 года за номер 394 отмечается, что Бланк Мошко или Мовша, или Моша, Ицкович, является мещанином города Староконстантиново-Новгород-Волынского уезда. Можно считать, что Бланк родился в 1763 году. О времени его женить бы нет прямых сведений, но известно, что ему тогда было 30 лет, а его жену звали Марьям. У них было два сына – Абель и Сруль, он же Израиль. И три дочери – Анна, Екатерина и Мария. Семью Мойше Бланка можно отнести к разряду богатых. Об этом свидетельствуют многие факты. Бланки имели солидный дом с обзаведениями, как раньше говорила, стоимостью в 4000 рублей, ассигнациями. Занимался Бланк в основном торговлей, спиртными напитками и другими товарами. Но, кстати, имеются сведения, что он занимался таким торговым мошенничеством, за что против него было возбуждено уголовное дело. Он откупился, он был уличен также во многих неблаговидных поступках, но дело сейчас-то не о нем. Он вынужден был переехать на новое место жительства – в Житомир. Вот сказано, что 10 июля 1820 года Абель и Сруль отказались от иудаизма и приняли православную веру. В Петербурге это прошло. Сруль стал Александром, а Абель стал Дмитрием. У них не очень ладились отношения с отцом. Из документов Центрального государственного военно-исторического архива известно, что Дмитрий, он же Абель, и Александр, он же Израиль, предписанием Министерства духовных дел и народного просвещения за номером 2479 были зачислены 24 июля 1820 года в медико-хирургическую академию, которую окончили 19 июля 1824 года, получив специальность хирурга-акушера. После окончания медико-хирургической академии дед Ленина Александр Бланк работал в различных городах России. Был женат на Анне Ивановне из богатой семьи Гросс-Шопфов. Вот откуда немецкая ветвь. Брак между Александром Бланком и Анной Гранс-Шопф был зарегистрирован в Петербурге в 1829 году, но Анна умерла рано. В 1838 году от брака остались восьмилетний мальчик Дмитрий и пятеро девочек. Анна семи лет, Любовь шести лет, Екатерина пяти лет, Мария будущая мать Ульянова трех лет и Софья двух лет, которых стала воспитывать родная сестра их матери бездетная вдова Катерина. На ней и женится Александр Бланк 10 апреля 1841 года. После ухода в отставку в 1847 году Бланке немного попутешествовать в поисках благоприятного места постоянного жительства, и, наконец, с семьей приезжают в Казань. В 42 километрах от Казани покупают они деревню Янсалы с большими землями. Там и крепостные крестьяне были, 39 душ. Умер он 17 июля 1870 года в Кокушкино, но есть предположение, что он успел увидеть внука Владимира Ульянова. По немецкой ветве, значит, это члены семьи Грошопфов, Грошопфов по шведской ветве берет свое начало от семьи его прапрадеда, богатого предпринимателя, занимавшегося и производством шляп в городе Ужила Симеона Навелиуса. Ну и калмыцкая ветвь, это прадедом Владимира Ульянова по отцовской линии, был Лукьян Смирнов, потомок айратов, монголоязычных племен, кочевников, переселившихся в XIII веке в Центральную Азию, а в начале XVII века в Междуречье Урала, Волги и Дона. Судя по всему, он принадлежал к богатым слоям феодальной знати. Исповедовал он, как и все калмыки, ломаизм, потом стал крещенным калмыком. С начала XIX века Алексей Смирнов являлся мещанским старостом Астрахани, вел широкую предпринимательскую общественную деятельность. Если верить публикациям, при загадочных обстоятельствах Алексей Смирнов выдает в 1811 году свою 23-летнюю дочь Анну замуж за 50-летнего крестьянина Новопавловской Слободы с 1808 года, приписанного к сословию мещан Астрахани. Вот Анна Алексеевна родила пятерых детей, трех девочек и двух мальчиков. Последним ребенком в семье был Илья, будущий отец Ульянова. Ну и чувашеская ветвь здесь нашли предка Николая Васильевича Ульянина из Нижегородской губернии. Конечно, мать Мария Александровна Бланк по тем временам считалась старой девой 28 лет, когда случайно встретила в Пензе учителя математики и физики Илью Николаевича Ульянова. За 23 года супружеской жизни Мария Александровна родила восьмерых детей, вот о которых вы и говорили. Ну вот, собственно говоря, в биографии я не вижу особых таких уловок. Вполне обычной биографии, родословную можно составить. Скажите, пожалуйста, вот многие говорят, что у Ленина был характер мстительный и злопамятный. Или все-таки это был человек добродушный и открытый. Вот на ваш взгляд, как вы считаете? Конечно же, мстительный и злопамятный. Объясню почему. Сам по себе Владимир Ильич Ленин был достаточно замкнутым человеком, и при этом достаточно часто впадал в депрессивное состояние, но чаще в агрессивное. Одним из самых таких ненавистных, отрицательных черт в его характере, что впоследствии и предрешат судьбу нашего народа и судьбу нашего государства, являлось прежде всего злопамятство, злость и ненависть. Я могу привести мнение описания Ричарда Пайпса, который говорит о Ленине так. К осени 1888 года, когда они с матерью переехали в Казань, Ленин был уже законченным радикалом, это в таком юном возрасте, молодом. Исполненный бесконечной ненависти к тем, кто порушил его многообещающую карьеру и отвернулся от его семьи, к царскому режиму, буржуазии. Основным политическим мотивом Ленина стала ненависть. Возвращенный на этом чувстве социализм Ленина являлся изначально и всегда оставался доктриной разрушения. Ленин мало задумывался о мире будущего, потому что был слишком поглощен интеллектуально, эмоционально разрушением мира настоящего. И эти слова как нельзя лучше характеризуют позицию Ленина, которая выработалась им еще в молодые годы. Анастасия, ну я вот позволю себе заметить, что, конечно, нельзя человека, любого государственного деятеля, общественного деятеля, или просто личность, вырывать из исторического контекста. Потому что все-таки вот эта ненависть была адресована в условиях революции, в условиях гражданской войны к тем элементам, да, или социальным слоям, которые активно сопротивлялись утверждению советской власти. А Ленин, у него была, да, эта идея построить социализм в России, который будет намного выше и лучше по объективным своим качествам. И на тот момент, наверное, чтобы осуществить эту свою идею, нужно было подавлять всячески, и, конечно же, исходя из ненависти к этим правящим классам буржуазии, тем, кто сопротивлялся. Но это ненависть затронула не только буржуазию. Ну вот скажите мне, пожалуйста, вот я вам приведу такой момент. Я считаю, что он был человеком ответственным, человеком скромным, человеком, который всю жизнь свою посвятил революции. Если у него были какие-то отклонения там в характере, ну вот, например, Керенский, директор гимназии, отец Александра Федоровича Керенского говорил, «Присматриваясь ближе к домашней жизни и характеру Ульянова, я не мог не заметить в нем излишней замкнутости, чуждаемости даже с знакомыми людьми, а вне гимназии и с товарищами, и вообще нелюдимости». Ну так обычная характеристика. То же самое говорили и о Достоевском, что он был нелюдим и угрюм. Но это же нельзя делать какого-то вывода, что он был каким-то демоном русской революции и вообще российской жизни. Ленин занялся революционной борьбой, потому что не хотел работать адвокатом. Вот как вы считаете, все-таки он был способен заниматься гражданской службой? Скорее, чтобы быть у власти, получить ее любой ценой, используя для этого любые средства и любые методы. Ленин не хотел работать адвокатом, ему это не было интересно, хотя он был достаточно юридически подкован, грамотен, он даже на практике. Но он работал адвокатом в Самаре, в Петербурге. И во время ссылок он занимался юриспруденцией, в частности, помогал крестьянам в разрешении каких-то юридических споров и вопросов. Но свое кредо, кредо ленинизма, Ульянов Ленин уже окончательно сформулировал в 1894 году. Я приведу его слова Владимира Ильича Ленина. «Русский рабочий, поднявшись во главе всех демократических элементов, свалит абсолютизм и поведет за собой русский пролетариат. Рядом с пролетариатом всех стран, прямой дорогой открытой политической борьбы, победоносной политической революции». То есть главное для него это было свершение революции. И в революции самой, даже самой в первой, 1905-1907 года, Ленин призывал, цитирую, создавать отряды революционной армии всяких размеров, начиная с двух-трех человек, которые должны вооружаться сами, кто чем может, ружье, револьвер, бомба, тот нож, кастет, палка, тряпка с керосином для поджога. То есть вы вот так уж создавались настоящие террористы, целая группа террористов. Я вернусь к фактам и озвучу, что Ленин не ограничивался лозунгами или просто признанием участия большевиков в боевой деятельности. Уже в октябре 1905 года он заявил о необходимости конфисковать государственные средства и скоро стал прибегать к эксам на практике. То есть Ленин вел активную террористическую деятельность. Кроме того, последователи большевиков занимались тем, что убивали жандармов, убивали тех людей, кто не шел за ними. То есть были действительно конфликты, которые уносили за собой множество жизней или калечили. То есть поэтому у них произошел даже потом раскол в партии с меньшевиками. То, что их действительно осудили, их позицию, которая была основана прежде всего на террористических методах. Подождите, пожалуйста, но Ленин был вообще противником терроризма. И он не народовольцев за это осуждал, за индивидуальный террор. Он создал партию, да, такую жесткую партию, революционную партию. И в тех условиях, в которых они жили, конечно, партия, он говорил, это ум, честь и совесть нашей эпохи. Да, в этой партии были свои элементы демократического централизма. И в принципе внедрялись подчинение меньшинства большинству. И партия имела закрытый тип. Да, но именно такая партия могла в тех условиях победить. Но вот я опять-таки скажу вам, что вот писал Роман Ролан о Ленине. Он в частности писал, хотя он не принимал марксизма, что в Европе нашего столетия я не знаю ни одной столь же мощной личности. Твердо и решительно правил он рулем своей воли среди хаотических волн человеческого океана. И след его работы остался на долгие времена. Он вел свой корабль с распущенными парусами через все бури навстречу новому миру. Действительно, это было событие в мировой истории. Впервые вот такая революция социалистическая, хотя подобные революции были и в Европе тоже, но они не удержались у власти. Та же революция в Германии, в Киеве. Но дело в том, что, конечно, Ленин был человеком очень сильным. Вот ему даже в обвинении сейчас ставится, что Ленин был немецкий шпион. Вот уже до этого дошли. Как вы насчет этого? Какое у вас мнение? Ну, я считаю, что Ленин был прежде всего аферистом, и аферистом высшей категории. Что касаемо его участия и причастности в шпионаже со стороны германских властей, помощи ему, то действительно в марте 1917 года германские власти при содействии фрица Платина позволили Ленину вместе с 35 соратниками по партии выход на поезде из Швейцарии через Германию. То есть, действительно, помощь ему всячески оказывалась. И генерал немецкий Людендорф утверждал, что переправка Ленина в Россию была целесообразна с военной точки зрения. На мой взгляд, действительно, Ленин был причастен к шпионажу. И германские власти его в этом всячески поддерживали. Ну, я не знаю, как насчет шпионской деятельности. Я думаю, что все-таки в Европе он получал те необходимые условия для научной и революционной работы. И вот только за два года, начиная с 1912 года, было написано и опубликовано в газете сначала «Искра», потом «Правда» 270 ленинских статей и заметок. И он написал такие основополагающие труды, дополнив учения Маркса, применив его на практике. И, конечно, все остальные разговоры, они могут умолкнуть по сравнению с тем, что действительно сделал Ленин. Скажите, Ленин признанный лидер партии или он, на ваш взгляд, выскочка? Вот как к нему относились его соратники? Ну, конечно, его соратники, безусловно, его уважали, так они считали его признанным лидером. Опять-таки, хочу зачитать мнение Ричарда Пайпса про личность Ленина. Он утверждает, этот следователь, что личность Ленина сформировалась окончательно уже к 23 годам. И он говорит про него так. «Этот непривлекательный человек изучал такую внутреннюю силу, что люди быстро забывали о первом впечатлении. Поразительный эффект, который производил соединение в нем силы воли, неумолимой дисциплины, энергии, аскетизма и непоколебимой веры в дело, можно описать только изысканным словом харизма. Ибо только Ленин представлял собой, в особенности в России, редкостное явление человека железной воли, неукротимой энергии, сливающего фанатическую веру в движение, в дело с меньшей верой в себя». Что же, хоть в этой характеристике, которая, на первый взгляд, покажется положительной, находится в самой, что ни на есть, ответ на ваш вопрос, Наталья Гавриловна? Потому что из-за характеристики данной исследователем, знаменитым, Владимиру Ильичу Ленину, вытекает то, что главное в Ленине было не столько лидерство, сколько, наверное, все-таки его инициативность, то есть «я, я, я». То есть так поступают только настоящие выскочки, которые хотят дорваться до чего-либо. В данном случае Ленин хотел дорваться до власти. Понятно. Но я только могу сослаться на книгу Льва Давыдовича Троцкого «К истории русской революции», где он дает характеристику Ленину. И, конечно, он считает, что, и все считали соратники Ленина, что он признанный лидер, и более того, он теоретик и практик одновременно. И вот он пишет, в частности, Троцкий, что Ленин – это живая личность, да, и когда он его увидел и услышал в первый раз на трибуне, «я вижу крепкую внутренне эластическую фигуру невысокого роста, и слышу ровный, плавный, очень быстрый, чуть картавый, непрерывный, почти без паузы, на первых порах, без особой интонации голос». То есть он подробно рассказывает о том, какое впечатление на него и на всех присутствующих оказывали слова Ленина. Он мог просто говорить о самом сложном, он мог чувствовать аудиторию, он был великолепный оратор. Хотя вот те, кто пытается обвинять Ленина, говорят, что он был демагогом. И, конечно, Ленин был последователем Маркса. Как вы считаете? Нет. Я считаю, что на первых порах, может быть, да, но потом Ленин исказил научную теорию, представление о построении социализма в России. Я могу больше сказать, что Ленин сформулировал, даже сформировал свое целое научное представление и обоснование о том, каким ходом и каким путем должна произойти социализация нашего российского общества. По Марксу не предусматривалось никакого террора. Однако в действиях Ленина и его партии был явный террор. Этому есть безусловные подтверждения, неоспоримые факты. Я сейчас не буду их приводить, потому что огромное множество цифр. Но я могу сказать только, назову одну известную организацию, которая называется Большевистский центр. Это был центр террористического движения, организованный именно в партии большевиков. Я бы сказала так, что Ленин шел по своему собственному намеченному пути. Его взгляды коренным образом расходились с представлениями Маркса о построении социализма. Ну, что я вам могу сказать? Вот Ленин хорошо запомнил то, что говорил Маркс. После прихода к власти нас станут считать чудовищами. Но на что нам, конечно, наплевать. Вот дело в том, что Ленин был марксистом. И он глубоко усвоил Маркса. Более того, я вам напомню три основные источника марксизма. Это, во-первых, французский утопический социализм. Это английская политэкономия. Это немецкий классический коммунизм. Но я имею в виду немецкая классическая философия. Та же диалектика Гегеля. И, конечно, Маркс усвоил все эти традиции. Более того, он, как я уже сказала, дополнил учение Маркса учением о революции. И дело в том, что создал партию нового типа, которая привела к победе этой революции. Более того, создал учение о диктатуре пролетариата. И считалось, что социализм это первый этап, первая ступень на пути к победе коммунизма. Понимаете? И, конечно, существенно дополнил и расширил учение Маркса. Поэтому это учение стало называться марксизмом-ленинизмом. Ну, а вот что касается Плеханова. Как у них складывались отношения? Ну, на первых этапах они очень хорошо сотрудничали. Владимир Ильич Ленин считал Плеханову действительно авторитетом. В 1900 году они создали совместно газету «Искра», которая вела прежде всего пропагандистскую деятельность среди населения страны, призывая к революции и свержению самодержавной власти. Однако, как я уже упоминала о тех террористических действиях, которые были со стороны большевиков, действия боевиков-большевиков не остались незамеченными для руководства Российской демократической революционной партии. И Мартов, ну это лидер меньшевиков, предложил исключить большевиков из партии за совершаемые ими незаконной экспровиации. Плеханов призывал бороться с большевистским бакунизмом. Многие члены партии считали Ленина обычным жуликом, а Федор Дан называл большевистских членов ЦК компанией уголовников. Ведь главной целью Ленина было усиление позиции его сторонников внутри РСДРП с помощью денег и приведения определенных людей и даже целых организаций к финансовой зависимости от большевистского центра. Ленин, прежде всего, занимался грабежами, субсидируя контролируемые суммы. То есть, что он делал? Ленин, прежде всего, заботился о том, как получить громадные средства, большие средства для продвижения своей революционной деятельности. И поэтому Плеханов не поддерживал его в этой позиции. Соответственно, вот эта неуступчивость с обеих сторон и практически развивалась. Плеханов, я вам напомню, что он был одним из первых, кто перевел Маркса на русский язык. И он был социал-демократом. И Ленин тоже был социал-демократом. Но какие-то расхождения у них, естественно, были. Но в целом он продолжал линию Плеханова. Ленины партия – близнецы-братья? Такой вопрос. Нет. Не близнецы-братья. Потому что позиция Ленина в отношении партии была всегда расхожа. Если Ленин призывал к созданию коммун, то сам почему-то он не спешил селиться вместе с кем-то, когда они куда-то выезжали на заседание, или же чтобы приблизиться к народу, к пролетариату, к которому он всячески призывал бороться. Ему нужно было уединиться, чтобы писать. Он много писал и выступал перед рабочими. Ленин не вел всегда жизни как социалист. Несмотря на то, что он призывал людей к социализму, к построению светлого будущего, на самом деле Ленин любил роскошь. И установлен тот факт, что в Москве он разъезжал на дорогих автомобилях, на Ройлс-Роллсе, причем не на одном, а менял эти автомобили. Любил шикарные апартаменты, чтобы там было несколько комнат. Для чего человеку, который занимается интеллектуальной работой, такие огромные апартаменты, когда можно писать за рабочим столом в одной комнате? Я вам скажу только словами Владимира Маяковского. Ленин и партия, близнецы, братья. Кто более матери истории ценен? Мы говорим Ленин, подразумеваем партия. Мы говорим партия, подразумеваем Ленин. Он отец РСДРПБ, Российской социал-демократической рабочей партии большевиков. И партия создана по его проекту. Поэтому это его главное, наверное, детище, одно из главных. Ну и потом я хочу сказать, что Ленин, конечно, великий деятель, потому что он предотвратил тогда распад России. И большевики победили. Именно победили, потому что они выражали интересы большинства населения России. Более того, Ленин был мудрым человеком, был прозорливым человеком и был мечтателем в своем роде. Но мечтал он именно о лучшей судьбе России. О строе, который был более совершенным и более гуманным. Да, гуманными методами он добивался. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, была ли у Ленина и Крупской полноценная и крепкая семья? Нет, такой полноценной и крепкой семьи у них не было с Надеждой Константиновной. Кроме того, я могу сказать, что это была настоящая фикция. По поводу даже их женитьбы. Ведь Крупская не могла следовать за Лениным, когда его направляли в ссылку. И таким образом, это еще случилось до революционной России, Ленину пришлось обвенчаться с Крупской. То есть церковные браки тогда признавались легитимными законами. Обвенчаться с Крупской, чтобы их отношения стали узаконенными. Не потому что он пытался создать семью, а потому что ему нужен был помощник для своей деятельности, для прикрытия такой соратник, который всячески исполнял бы его приказы, требования и следовал за ним. И этот брак был настоящей фикцией. По воспоминаниям даже современников, говорят о том, что не было никакой жизни супружеской, которая обычно подразумевает собой слово «семья». То есть это был чисто такой товарищеский партнерский союз. Вы понимаете, дело в том, что революционеры, они специфичны по своему облику. И прежде всего они аскетичны. Они всю свою жизнь подчиняют некой цели, идейной борьбе. И, конечно, в этом плане союз Ленина и Крупской, я думаю, был полноценным и плодотворным. Они друг друга дополняли. Как вы считаете, была ли у Ленина в Симбирске полноценная крепкая семья? В Симбирске? В Симбирске у него была полноценная семья, но недостаточно крепкая. Разногласия между членами семьи случались. И вспомним даже революционную деятельность его старшего брата Александра, о коей родители ничего не знали. То есть доверия между членами семьи не было. А как вы считаете, друзья и соратники Ленина, они были достойные люди? Друзья и соратники Ленина были настоящими революционерами, которые следовали за ним. И они были прежде всего, состояли в ионизированной партии, созданной Лениным, закрытого типа, которая действовала вооруженными методами, террористическими. Я не считаю их достойными людьми. Они, наоборот, подвергаются и с моей стороны, и со стороны других противников Ленина, его строя, его идей, осуждению, критике. Ну, вы понимаете, эти люди все-таки, да, пришли к власти. Власть буквально валялась под ногами. Никто не брал на себя ответственность за огромную страну, за народ. И так или иначе, они эту власть взяли, сумели удержаться у власти и, более того, создать государство, с которым уже с 21-го года, с 24-го особенно, стали считаться все в мире. Тем не менее, эти люди оказались способны вести государственную деятельность. А как вы считаете, вот отношение Ленина к русской православной церкви? Как вы считаете, смысл этих взаимоотношений? Почему все-таки большевики, конечно, однозначно вот так вот негативно относились к деятельности русской православной церкви? В мировой истории можно, наверное, найти государственного деятеля, даже нельзя, да, вот именно как Ленин, который так сугубо отрицательно относился к религии вообще, будучи атеистом. И русская православная церковь для Ленина была, я могу представить, почему, но не понимаю этого, главным, одним из главных врагов после самодержавия. Русскую православную церковь Ленин подверг гонениям, уничтожению, о жестокости, которая была... Я поняла вашу позицию, я только могу сказать, что русская православная церковь сама очень негативно относилась к большевикам и предала советскую власть анафеме. Это была тоже в чем-то ответная реакция. Таким образом, мы сегодня выяснили важные моменты, связанные с актуальными вопросами истории России, и попытались в спокойной доверительной обстановке понять особенности исторического процесса и приблизиться к истине. Спасибо вам за внимание. До свидания.